Всем привет, с вами Андрей Вей, и добро пожаловать в MobLab, рубрику, где мы будем скрещивать мобов, у которых есть свои гены, и они с каждым поколением будут мутировать и эволюционировать. У нас есть портал в дикую природу, в который мы сможем взять 7 самых базовых мобов из этого мода для дальнейшего скрещивания. У нас есть 12 законов, где мы их будем скрещивать, и 6 ячеек, где мы будем вылуплять яйца. Также у нас есть пшеница для их скрещивания и гравити ган для того, чтобы взять их с дикой природы. А вот, собственно, и сама дикая природа. Вот я перенес всех наших мобов на ферму. Корову мы скрестим с Пикачу, чтобы попробовать создать Пикачу с рогами, как у коровы, или корову с ушами и носом, как у Пикачу. Сквиртла мы скрестим со слизнем, чтобы получить слизня с панцирем или что-то типа того. Зомби мы ни с кем не скрестим, потому что мы не нашли, с кем можно. И эндермена мы скрестим со свиньей, чтобы получить эндер-свина. Вот и появились первые коконы. Мы их перенесем в данные ямы, чтобы они там выросли. Сквиртл каким-то образом сбежал от слизня. Первые три кокона у нас готовы, но всего их должно быть шесть, поэтому сейчас мы перемешаем всех мобов снова и попробуем вывести еще кого-нибудь. К сожалению, в этот раз ни с кем не будет скрещиваться слизень, но теперь у нас будет зомби-черепаха, Пика-мен и, конечно же, рогатая свинья. Я перемешал всех мобов снова, чтобы скрестить их еще раз. У нас будет черепаха-свин, слизневая корова и, конечно же, Пика-зомби. И я последний раз перемешал мобов, чтобы скрестить их в последний раз. У нас будет слизень и эндермен, свинозомби и два покемона. Наконец-таки все мобы вылупились, а это значит, что самое время посмотреть на то, что у нас получилось. И начнем мы с вот этих вот. Это у нас какая-то демоническая свинья. И также у нас есть... Я без понятия, как это классифицировать, поэтому это будет у нас неклассифицированный объект номер 3000. Далее мы взглянем сюда. Это прекрасно. Это-это-это прекрасно. Это пандачу. И также у нас тут находится коробка слизи. Теперь мы взглянем сюда. Прямоходящий Пикачу весьма неплохо. И еще одна коробка слизи. Давайте ее посадим к другой коробке слизи, чтобы они там общались. Это осел! Смотрите, это осел у нас получился, осел. Далее у нас есть зеленый бегемот с панцирем. Теперь у нас тут два скрещивания со свиньей. Это какая-то бледная свинья. Что? Данное прекрасное существо мы назовем бледная свинья. Далее у нас... Это слизни-свин. Это прекрасно. И далее последняя коробочка. Это же Пикабу! Так, и что у нас есть еще? Еще один слизни-свин. И вот наши 12 существ второго поколения. Они все уже стоят так, как мы их будем скрещивать. Два рогатых демона. Вледная свинья и зеленая черепаха с рогами. Прямоходящий Пикачу и осел. Две слизни в их коробке. Пикаблу и пандачу. И, конечно же, два слизни-свина. Но поскольку шесть мобов это слишком мало, мы еще скрестим каждого из этих с первым поколением. Демоническую свинью мы скрестим с эндерменом. Слизню мы скрестим с слизнивой коробкой. Бледную свинью мы скрестим с зомби. Обычную корову мы скрестим с зеленой слизнивой свиньей. И Пикаблу мы скрестим с обычным Пикачу. И нам нужно еще одно скрещивание, поэтому мы скрестим данную корову, самую обычную, с пандачу. Все коконы вновь выросли, и сейчас мы на них посмотрим. Так, это что такое? Это единственный в мире прекрасный Йоши Зонб. Далее у нас есть. Это свинь, пам-пам, но паук, пам-пам, без него мы все как без рук, пам-пам. Кстати, у нас же не было паука, это получается мутация, это клево. Еще одна мутация! По-моему, бледные свиньи продолжают размножаться, поэтому это бледный свинь второй. Это черепаха с дырявым хвостом. Вот, видите, у нее хвост дырявый. И еще одна рандомная мутация! Это корова Крип. Далее у нас что-то такое. Это коробка! У нас есть просто коробка! Это похоже на какое-то глубоководное существо. Назовем его водный бык. Что у нас тут еще есть? Это же свежопереросток! И это, похоже, он улучшился от своих предков и стал еще лучше. Это демон сотового уровня. И последние два моба. Это самый обычный оборотень. И, конечно же, зеленый пандачу, мы его назовем гриначу. И это были все скрещивания на сегодня. В следующей серии мы будем скрещивать мобов не так, как нам вздумается, а мы будем это делать ради какой-то цели. Например, мы захотим сделать максимально толстую пандачу, и поэтому мы будем скрещивать его с коробкой. Потому что коробка большая и толстая. И типа того. То есть наши скрещивания будут ради какой-то цели. Ну а на сегодня это все. Всем пока! С вами был Андрей. И увидимся в следующем видео на канале ZeroFact. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok